С выхода Operation Flashpoint прошло вот уже 8 лет. Именно в 2001 году чехи из Bohemia Interactive сделали лучший симулятор военных действий на планете. С того времени утекло немало воды, а разработчики по-прежнему пытаются переплюнуть самих себя в попытке создать самую масштабную и реалистичную войну. Разругавшись со своим издателем Codemasters, чехи потеряли право на название Operation Flashpoint, но не растерялись и стали конструировать новую игру. Первая арма Armored Assault вышла в 2007 году, а совсем недавно пожаловала вторая часть. Ну а в эфире Stop Game уже подробный обзор. Сюжет оригинальным не назовешь, но он как-то пугающе похож на возможное будущее в реальной жизни. Итак, в некой выдуманной стране под названием Черноруссия вспыхивает гражданская война. Плохие парни из чернорусского движения Красная Звезда пытают и убивают местных жителей. С ними пытаются бороться партизаны из чернорусских сил обороны. Правда, получается у них плохо. В разгар конфликта, как водится в дело, вступает американская армия. Со свойственной тактичностью янки посылают в район конфликта ударную военную группировку, которая, ясное дело, должна защитить демократию и мирных жителей. Самое пекло, впрочем, начинается тогда, когда Россия двинет свои войска для защиты русского населения Черноруссии. Но на этом мы, пожалуй, прекратим рассказывать сюжет, чтобы не портить вам удовольствие от прохождения. Собственно говоря, под наше начало отдают специальный разведывательный отряд морской пехоты США «Лезвие», которому и предстоит мотаться по Черноруссии, выполняя задания начальства. Не секрет, что «Бахемия Интерректив» всегда делала игры с довольно высоким порогом входа. У них вечно получались не развлечения, а тяжелые симуляторы не для всех. И с Arma 2 точно такая же история. Этот проект рассчитан прежде всего на тех, кто жаждет максимальной реалистичности происходящего. Это тяжелая, неповоротливая игра с громоздким интерфейсом, которая при этом умудряется транслировать на монитор в заправдывшую войну. А практически весь геймплей выглядит вот таким вот образом. Продолжение следует... Что ж, если вы готовы к этому, добро пожаловать в армию. В отличие от привычных боевиков а-ля Голливуд, тут все максимально реалистично. При стрельбе, например, учитывается миллион параметров, так что не спешите ругаться, если ваш боец упорно мажет со 100 метров. Возможно, он задохнулся от долгого бега, так что руки трясутся, или ветер мешает нормально стрелять, или недавняя рана. Да и сам бой чертовски напряженное действие. Чтобы увидеть противников зеленки, нужно обладать хорошим зрением, да и самому на месте не стоять. Противники тут очень умные, так что обучены стрелять ориентируясь на звук, вашу тень, да и просто могут дать очередь по тому месту, где вы недавно сидели. Учитывая, что тут все гибнут практически с одного попадания, то к перестрелкам нужно подходить со всей серьезностью. Передвигаться ползком или пригнувшись, постоянно менять местоположение и толково командовать подчиненными. Вообще говоря, руководить группой – это отдельная тяжелая работа. Бойцы хоть и умеют принимать самостоятельные решения, но их эффективность возрастает в разы, когда каждому говоришь, что ему нужно делать. Снайпера усадить на холмик, не забыть пулеметчику указать цель и так далее. В этой игре далеко не всегда стоит с винтовкой наперевес бросаться в бой. Разумное командование – вот ключ к победе. Еще до выхода игры разработчики сулили огромные пространства, доступные для исследований. И они не соврали. Размеры Чернорусии просто поражают воображение. Тут и деревни, и пара городов, леса, поля, горы, голова кругом. Понятное дело, что передвигаться на своих двоих очень долго, так что разработчики приготовили несколько десятков видов боевой техники. Сначала можно кататься на разных автомобилях, потом пойдут танки, БТРы и так далее. Кроме того, на базе всегда доступен казенный вертолет, который вывезет из пекла и доставит, куда просит. Но Арма 2 мы повторимся чудовищно недружелюбно к игроку. В интерфейсе, например, сам черт ногу сломит. Бесконечные вкладки с вариантами приказов, десятки разнообразных действий, до которых еще поди заберись. Чтобы просто вызвать вертолет, нужно потратить минуту времени. Что уж говорить о том, когда кипит бой и требуются стремительные решения. К такому положению вещей приходится привыкать. Тут же и вагон мелких и крупных багов. Хотя мы уже привыкли, что игры от Bohemia Interactive выходят с чудовищными глюками, а потом нужно качать гигабайтные патчи, чтобы их исправить, но раздражает это по-прежнему изрядно. Набор багов огромен, так что перечислять их смысла нет. Но будьте морально готовы хотя бы к тому, что из-за некоторых из них иногда придется переигрывать целые миссии. При всех недостатках и тяжеловесности, Арма 2 удивительная игра для настоящих, что называется, мужчин. Штука в том, что она действительно создает атмосферу серьезной войны. Каждая, даже мелкая стычка, это реальная опасность. Тут зловещи шелестят пули над ухом, а далекий звук мотора вражеского танка заставляет крепче вжиматься в землю. У-е-е, у-е-е, я солдат. Я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат. И у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, Потому что граната, белая вода, Красная вода не лечит солдата. Расстраивает разве что компания, которая посвящена только американцам. Но, во-первых, вполне вероятно появится дополнение с нашими в главной роли. Во-вторых, с игрой поставляется несколько одиночных миссий, В том числе из-за русских. Я солдат. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама залечима и рада. Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа... Несмотря на все минусы, Arma 2 получилась отличным боевым симулятором. Так что всем любителям жанра Играть рекомендуем в обязательном порядке. Редактор субтитров А.Семкин